Русский язык. Как он стал таким, как сейчас? КФУ рассказали иностранным студентам о ВИЧ. Музей Казанского Федерального Университета празднует свой день рождения. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Ксения Голубева. Во втором высотном корпусе Казанского Федерального Университета прошла встреча студентов и заместителя начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Луизы Борисовой, где обучающимся подробно рассказали о том, что же такое ВИЧ и как обезопасить себя. Вместе со спикером студенты рассмотрели основные пути передачи заболевания и его последствия для человеческого организма. После основной части встречи Светлана Зимбаева, основатель одноименного благотворительного фонда, провела тренинг на тему сохранности здоровья, включающего упражнения, направленные на повышение уровня знаний о ВИЧ-СПИДе среди молодежи и формирование толерантного отношения к людям с положительным статусом ВИЧ. Сегодня для обучающихся Казанского Федерального Университета в очередной раз мы проводим профилактическое информационно-посвидетельское мероприятие, направленное на информирование наших обучающихся о ВИЧ-инфекции, о СПИДе. Нами приглашены для проведения данного мероприятия сотрудники Роспотребнадзора, а также специалист Центра СПИД Светланы Изамбаева. На тренинге мне важно донести до каждого такое послание о сохранении собственного здоровья, потому что ВИЧ-инфекция это не ковид, его невозможно получить воздушно-капельным путем. Здесь нужна особая ответственность и, естественно, чекап своего здоровья. Ежегодное планированное тестирование, ежегодный чекап, ежегодное соблюдение своего собственного здоровья и сделать все для того, чтобы в их жизни ВИЧ не произошел. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета прошла встреча студентов с представителем волонтерского движения соревнований «Игры будущего-2024». Международные состязания пройдут по 21 инновационной дисциплине. Каждая из них олицетворяет концепцию фиджитал, то есть объединяет физическую культуру и киберспорт, или VR, и AR-технологию. А значит, проверяет навыки атлетов в двух до сих пор мало связанных измерениях. Основной площадкой проведения «Игры будущего» в Казани станет выставочный комплекс «Казань-экспо». Также для проведения игр планируется задействовать как уже имеющиеся, так и новые спортивные объекты, а также инополис. Именно пришли в данный институт, чтобы подобрать именно профильных ребят, которым будет интересно выполнять свои функциональные обязанности, которые будут в каком-то роде практиковать свои навыки, которые они получают здесь, в университете, в стенах «Альма-Матер», уже в поле и смогут немножечко понять, в чем им предстоит себя проявлять в будущем. В рамках Казанского международного лингвистического саммита в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовал лингвометодический фестиваль «Языковые тренды и методические инновации-2023». В течение трех дней для учителей и преподавателей русского, родных и иностранных языков будут проведены семинары, мастер-классы, ярмарки методических идей и практикумов от руководителей системы образования, ведущих ученых-методистов, учителей-новаторов и представителей учительских ассоциаций. Как прошел первый день, узнаете в сюжете Кристины Отекиной. Первый день лингвометодического фестиваля был посвящен русскому языку и литературе. С приветственным словом выступили заместитель директора по научной деятельности Института филологии и межкультурных коммуникаций Искандер Ермакеев, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Роза Шаихметова и заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей заслуженный учитель Республики Татарстан Ирина Александровская. Также на мероприятие были подведены итоги педагогического диктанта, прошедшего 23 сентября на базе КФУ. Роза Шаихметова лично наградила заслуженных преподавателей, учителей, студентов и школьников, которые стали победителями проекта «Педагогические классы». Мы проводим очно, для того, чтобы это максимально было полезно. Это и большие выступления видных ученых в актовом зале, ну и потом целый россыпь мастер-классов, на которых учителя должны принимать участие, естественно, очно непосредственно, иначе это теряет смысл. Мы надеемся, что учителя, ну здесь, конечно, первая очередь, это учителя на Республике, они сумеют получить большой заряд вдохновения, творчества и узнают много нового. После торжественного открытия стартовала основная часть лингвометодического фестиваля – пленарное заседание. Спикерами выступили ведущие профессора Московского педагогического государственного университета и Казанского федерального университета, а также заслуженные директора и учителя школ Республики Татарстан и России. Главными темами стали традиции и преемственность в школьном изучении литературы, тенденции развития заданий Всероссийской Олимпиады по русскому языку и формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках родного русского языка. Это мероприятие нацелено на то, чтобы собрать на одной площадке самых опытных мастеров в преподавании русского языка и литературы, также пригласить молодых специалистов, которые только начинают работать в школе, и, конечно, мы хотим, чтобы эта площадка стала тем местом, которое объединяет этих специалистов. После пленарного заседания в аудиториях Института филологии и межкультурной коммуникации проходили мастер-классы от заслуженных учителей и преподавателей московских и казанских образовательных учреждений. Следующие два дня фестиваля будут не менее интересными. Они посвящены иностранному и татарскому языкам. Напомним, что Международный лингвистический саммит в Казанском федеральном университете проходит с 2020 года. С каждым годом масштаб мероприятий набирает обороты. Количество участников и спикеров не перестает расти. Кристина Отекина, Аделя Файзулина, Универновости. В Институте фундаментальной медицины и биологии прошел семинар для иностранных студентов, посвященный Международному дню борьбы со СПИДом. Ключевой задачей ВУЗа является информирование молодежи о ВИЧ и обследование граждан с целью ранней диагностики заболевания и начало терапии, предотвращение его дальнейшего распространения и снижение смертности. В стенах Института фундаментальной медицины и биологии прошел масштабный семинар для иностранных студентов, посвященный вопросам ВИЧ-инфекции. Его основная задача – перевести освещение проблемы конкретного заболевания на совершенно новый уровень, помогая неговорящим на русском коллегам стать частью чего-то большего, чем просто семинар. В процессе лекции студентам рассказали о ВИЧ-инфекции, о путях передачи, о возможных симптомах и способах предотвращения заражения. Сегодняшний день, сегодняшний семинар приурочен к знаменательной, можно сказать, большой дате – Всемирному дню борьбы со СПИДом. Именно поэтому сегодня мы собрали здесь студентов, наших коллег из других стран, наших иностранцев дорогих, которые приезжают учиться к нам, то есть за медицинскими знаниями. И попытались собрать студентов от первого курса до шестого, потом немножко посмотрим по количественному соотношению, сколько из них сегодня присутствует. Но, в принципе, отклик оказался достаточно активный, мы этому очень рады. Вероприятие, в нашем понимании, такое, ну, можно сказать, первое в таком формате взаимодействия именно с иностранными студентами, поэтому посмотрим по обратной связи, думаю, будем работать в этом направлении дальше. Во встрече также принимала участие доцент кафедры внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альфия Олейник, которая ответила на все интересующие вопросы студентов, которые возникли уже после бурного обсуждения. Она также поделилась своим мнением об актуальности проблем ВИЧ-положительных людей на данный момент и подняла вопрос, касающийся отношения общества к людям, страдающим этой болезнью. Частые пренебрежения и страх должны уйти в прошлое и помочь каждому обрести поддержку в глазах окружающих. Надо дать понять людям, во-первых, что это важно, что мы не живем в каком-то мире, где ВИЧ-инфекции нет, хотя, может быть, мы не так часто слышим об этой теме со СМИ, это не так популярно, но надо дать людям понять, что мы живем в этой ситуации так или иначе. То есть эпидемия растет, она никуда не девается, мы все имеем с ней дело и надо как-то уметь с ней справляться. То есть надо приобретать какие-то базовые навыки безопасности, самобезопасности, самопрофилактики, для того, чтобы просто жить как бы с охраной в этом мире. Уже после семинара каждый из студентов смог задать анонимный вопрос спикерам и получить на него развернутый ответ. Ведь на данный момент самое страшное – это недопонимание и малая осведомленность жителей страны в вопросах, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД. Он относится к Международному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией. Обычно такие конференции проходят ежегодно для того, чтобы повысить осведомленность о ней и того, что делать, если вас заразили и как избежать заражения. Поэтому мы надеемся, что благодаря нашему стремлению и поддержке образования мы сможем создать будущее, где и ВИЧ положительные и здоровые люди жили вместе в комфортной обстановке. Напомним, что ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Символом этого дня является шелковая красная ленточка, сложенная в виде перевернутой буквы «В» петелькой, что символизирует борьбу, память о тех, кого унесла болезнь, надежду на изобретение лекарства для полного излечения и солидарность с теми, кто мужественно борется с заболеванием. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости. Казанский федеральный университет недавно отметил свой день рождения. Альмаматор уже 219 лет. Это говорит о славной истории университета, которая сохраняется в нашей памяти, в частности, благодаря Музею истории. 44 года. Именно столько он хранит культурное наследие, множество поколений и династий. С чего все начиналось и что имеем сегодня, расскажет наш корреспондент. Казанский федеральный университет является одним из старейших учебных заведений в России. За всю свою историю он прошел путь от именования императорским до федерального. Глубокие исторические корни свидетельствуют о важности сохранения в памяти всех значимых событий и людей, работавших и учившихся в стенах вуза. Этим занимается Музей истории Казанского федерального университета, который начал свою работу в 1979 году. За 44 года в нем собраны коллекции и представлены экспозиции, пропитанные духом прошлых столетий. На протяжении всех своих 44 лет это был один из самых известных музеев университета, самых посещаемых музеев университета. Именно с него всегда начинается знакомство молодых преподавателей с университетом, гостей с университетом и, конечно же, студентов с университетом, в которые они поступили. В музее было выделено одно из самых примечательных помещений главного здания университета. И его история интересна не меньше, чем история самого вуза. В конце 18 века на окраине Воскресенской улицы, а ныне Кремлевской, был выстроен двухэтажный дом для губернатора Казани, а в его западной части разместились классные комнаты и физический кабинет. После 1917 года она использовалась как физкультурный зал. В годы войны же в доме находилось общежитие для эвакуированных сотрудников Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда. Позднее в здании располагался читальный зал библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского. Только в 1978 году началась работа над созданием музея, и на это ушло чуть больше года. И, наконец, 30 ноября 1979 года, в один из дней празднования юбилея университета, музей принял своих первых посетителей. Вы знаете, музей, согласно устоявшемуся определению, это учреждение, которое призвано сохранять и популяризировать предметы, имеющие историко-культурное наследие. И данные функции в музее истории выполняется полна. Одной из основных экспозиций в музее является мемориальная аудитория юридического факультета, где в свое время слушал лекции Лев Толстой, а спустя почти 50 лет Владимир Ленин. В зале Николая Ивановича Лобачевского можно узнать многое о жизни и деятельности гениального ученого и ректора университета. Отметим, что в следующем году музей отметит свой юбилей, в честь которого планируется крупная конференция, посвященная музеям Республики Татарстан. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина. Универ Новости. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета завершился очный этап международного конкурса научно-технических проектов в области автоматизации производственных процессов «Техностарт», который проводился при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Сам конкурс стартовал еще в начале месяца. На первом заочном этапе заявки подали свыше 250 участников из разных городов страны, включая представителей Узбекистана. Конкурс включал три основных научных направления – автоматизация производства автомобилестроений и тракторостроений, автомобили с низким углеродным следом и интеллектуальный автомобиль, системы управления и безопасности. По итогам второго этапа число участников сократилось до 100. А в финал вышло всего 10 научно-технических проектов, три из которых стали абсолютными победителями, каждый в своем направлении. Оставшиеся участники заняли второе и третье призовые места. Подобные конкурсы, они очень полезны, их нужно сделать на постоянной основе, наверное. И ребятам большая польза, особенно я вижу их заинтересованность, когда, например, скажем, мы вручаются сертификаты участников. То есть глаза горят у ребят. Это очень хорошо. Третьего декабря юридическое сообщество России ежегодно отмечает свой профессиональный праздник, в связи с чем сегодня, 30 ноября, в Императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению юридической премии Республики Татарстан «Юрист года-2023» и Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича. Подробнее о важнейшем событии, пожалуй, для каждого правоведа и законника расскажем в одном из наших следующих выпусков. На этом все. В студии была Ксения Голубева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»